В этом году явка избирателей в нашем регионе превысила 70%. Глава Рязанской области тоже проголосовал на выборах президента в минувшее воскресенье. Он отметил, что мероприятие прошло в соответствии с законом и без существенных происшествий. Во-первых, я всегда участвую в выборах, считаю, что это гражданские долги, это не просто слова, это то, что действительно мы все должны делать. Любого уровня, любые выборы, если они проходят на нашей территории, всегда надо выбрать время и сходить отдать свой голос. Но выборы президента – это вообще выбор будущего нашей страны, основной выбор, который мы можем сделать. Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать для того, чтобы уверенно смотреть будущее. На избирательных участках также выбирали объекты благоустройства на следующий год. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие и в нем, отдав свой голос за преображение Центрального парка культуры и отдыха. Выберите территорию, голосуем. Октябрьский район, Центральный парк культуры и отдыха. Все верно. Проголосовали. Все, ваш голос принят. Спасибо. Спасибо большое. Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах, проектах, везде все источники возможно использовать. И один из таких серьезных источников – это федеральная программа формирования комфортной городской среды. В этом году очень активно проходит голосование по выбору объектов для благоустройства в следующем году. И у нас вот здесь можно увидеть представлены по трем районам целый список различных объектов. В этом году пока у нас лидирует Центральный парк культуры и отдыха, Лесопарк, некоторые другие объекты, не буду, наверное, озвучивать все. Всероссийская программа благоустройства проходит уже не первый год. В 2023-м благодаря инициативе преобразились Лесопарк и Черезовские пруды. Какие места нашего города благоустроят в следующем году, решит мнение народа.